В республиканском Минсельхозе под председательством Анзора Баташева прошло совещание руководителей свеклосеющих хозяйств региона, обсудили вопросы импортозамещения семенного материала, увеличения посевных площадей, а также итоги уходящего года и планы на предстоящие. Ахмат Халкечев продолжит. В начале министр Анзор Баташев предложил начать с итогов уходящего года. Для отчета слово взял начальник отдела механизации и землепользования Руслан Бирабасов. Он отметил, что несмотря на все сложности 2020 года и сюрпризы погоды, результаты по урожайности сладкого корнеплода в регионе весьма неплохие. Убрано 3863 гектара, а средняя урожайность получилась 347 центнеров с гектара. Это, конечно, меньше, чем порядка 400 гектар по отношению к 2019 году, но несмотря на все погодные условия, на тяжелый год уборка завершилась. В 2020 году нам удалось реализовать ведомственную целевую программу поддержки свеклосеющих хозяйств за реализованную продукцию 2019 года. В продолжении круглого стола руководитель аграрного ведомства региона довел до собравшихся планов Минсельхоза России на 2021 год. В частности, он акцентировал внимание на настойчивую рекомендацию федерального Минсельхоза по увеличению пассивных площадей свеклы в предстоящем сезоне. А также рассказал о мерах господдержки для хозяйств, использующих семена отечественного производства. С участниками совещания в онлайн-режиме пообщался руководитель компании «Союз-7 свекла» Роман Бердников. А замдиректора АО «Успенский сахарник» из Краснодарского края Сергей Глупнин прибыл на встречу лично. То, что сейчас стоит, мы вам готовы продавать без учетом субсидий 1700 рублей. То есть, если 70% субсидий, итоговая цена одной упаковки 510 рублей. Это вам уже обойдется. Вы-то нам платите 1700, субсидии автоматически возвращаются в Минсельхоз. Задачу увеличения пассивных площадей федеральный Минсельхоз поставил из-за роста цен на сахар, наблюдающегося в последнее время. По расчетам специалистов республиканского Минсельхоза, в регионе есть все условия и возможности вывести посевы сахарной свеклы на отметку свыше 400 гектар. Карачаево-Черкесия – один из немногих регионов страны, где уже реализуются свои меры господдержки свеклосеющих хозяйств. Все предприятия, сдавшие на переработку выращенный ими сладкий корнеплод, получили государственное субсидирование части своих затрат. Из расчета от объемов валового оборота серьезные сложности у свеклосеющих хозяйств в последние три года были связаны с засухой. Но, как поведал Анзур Баташев, господдержка предусмотрена в решении и этой проблемы. Совместно с Минлерадхозом сейчас реализуются у нас два проекта. Вернее, один проект уже на стадии реализации, второй уже на подходе. Защищает экспертизу, деньги уже тоже предусмотрены. Это первое – 47 километров в сторону Ильичевки. Второе – там с начала строительства следующего года – Ногайский район и Кунхалх. Это позволит заниматься более плотной мелиорацией. Тем более, это направление, вы знаете, субсидируется, возмещает сейчас затрат до 80%. Еще Анзур Баташев рассказал, что республиканским Минсельхозом организована комиссия, которая уже несколько дней мониторит цены на основные виды сельскохозяйственной продукции. По итогам работы комиссии уже систематизированная и проанализированная информация об организациях, поднявших цены необоснованно, будет передана в компетентные органы. Ахмат Халкищев, Расул Бердиев, Вестикаричаево, Черкесия.